снова здорово мой дорогой друг и мы вернулись в дом до вечи давай посмотрим на прошлом в прошлой серии мы с тобой открыли глобус в котором у нас находится собственно говоря какая-то карточная не карточная какая-то игра в общем попытайся завоевать всю карту европы и ты можешь двигаться только между странами и желобами помни что-то можешь завоевать только так погоди ты можешь завоевать только страны с меньшей армией чем у тебя ты начинаешь на острове сардиния с 31 солдатом хорошо сардиния это ты соответственно так если меньше ну давай тогда что это сходил а это я завоевал и мы плюсанулись да так хорошо теперь погоди там 77 77 нам пока не осилий 67 сюда а почему я эту не могу передвинуть ах ты шьешь пока я понял мне еще надо искать пешки понял то есть не все так просто вот эту я могу поглотить давай чутка погромче сделаю если ты не против так допустим 36 36 чего 36 куда 36 а почему они не выезжают вы чего найден предмет деревянный узорчатый прибор ну это хрень какая-то погоди и куда мне его тыкнуть так здесь есть еще что нибудь деревянный узорчатый прибор что мне слушай ничего даже не напоминает такого не не стой подождите я хотел раздвинуть как-нибудь покрутить повертеть не с тобой эта фигня не работает не работают ясно что ничего не ясно так но эти закрыты вообще полностью давай его обратно поставим не работает слушай так ладушки а что у нас еще есть деревянный узорчатый прибор погоди 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 у нас же здесь еще что-то было вон стоп сюда методом тыка сразу нет на этой машине что то есть еще где можно подкрутить подвертеть так но это мы вроде делали да это я помню это я хорошо это я научился стрелять но здесь есть нюансы вот сюда что-то можно вставить это раз вот здесь что-то это два так погоди а здесь у нас что о нельзя еще ближе вот так вот нет ты уверен ну я же вижу что ты хочешь прям сюда встать странно на это херово мне ничего не подскажет нет ну давай подсказку на стратегической карте чего-то не хватает нужно поискать это в мастерской а здесь искать то особо честно говоря и негде как я понимаю что этот предмет который нам дали мы им должны что-то открыть но что и где резонный вопрос здесь у нас есть три тысячи какие-то и есть гребаный цветок я не вижу ничего подходящего нигде не вижу ничего подходящего слушай не круглой площадки не цветочка не вот это вот это обратно его стороны так сказать так а где еще может здесь быть стой а вот здесь чемодан нельзя нельзя так а что у нас с ножками ножками ножки у стола нельзя проверить а у этого можно внизу поковыряться нет погоди а здесь есть еще что-нибудь так здесь мы были это мы уже изучили это мы уже знаем а если с этой стороны хрена так это мы по-моему читали когда я впервые встали да 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 блин все время забываешь что этот крест он нам ничего не закроет а как тебя закрыта записка да хм стоит осмотреть письм так я и осматриваю письменный то стол вот я же изначально пришел к этой херне так она сюда не вставляется в как в какое гнездо и каким образом мне ее вставить перевернуть хорошо согласен крутить я ее не могу хотя она явно кстати вот смотря на похоже что состоит из четырех частей раздвинуть нет она не раздвигаемая крутануть не получается и вставить я ее никуда не могу что ж ты за хрень то такая в столе есть укрепленное металлическое покрытие хорошо как же тебя здесь мать твою налево и тить что то здесь не то где то я туплю главный вопрос где то что я туплю это сто процентов дальше он ее кстати перевернуть не дает что самое то интересное кручу верчу обмануть хоть не не получается окажется перо и пузырек с чернилами можно да ты гонишь что ли ежик в тумане и что это нам дало так погоди а если это тогда еще второй погоди откройся стой 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 погоди 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 мы отодвинули и что что это нам дает то что мы отодвинули ага и теперь можно вставить нет тихо тихо смотри она двигается ежик так тут надо по отдельности их двигать я херею так то а теперь ну вставил допустим допустим ага а что изменилось лепестки стали это прикинь своими кракозябрами попасть просто не могу башенька модель башни хорошо пойдем так одну модельку мы нашли куда куда мы должны тырцнуть куда захотим куда угодно давай стоп сюда наверно во ладно а успех италия твоя но теперь перед тобой стоит новая задача территории расположенные на севере и востоке от италии докажи что ты искусный стратег и подчини эти территории своему королевству но это я легко смотри значит идем вот сюда на 20 на 28 на 28 на 28 я сказал теперь на 30 теперь 47 а дальше что у нас я не вижу вон там башня башня там какая на 58 можем о все открылись так у тебя хорошо получается у тебя есть задатки отличного военачальника давай завоюй оставшуюся Европу а потом достигни Африки да блин погоди у меня сколько у меня 175 175 175 ну соточку не 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 погоди соточку мы делаем сходу 221 143 мы делаем так же 34 тоже берем 266 у нас так я вижу 55 так 123 123 смотри 123 хоп хопа есть дальше не 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 вот ты дурак или где вот это мы забрали так это у нас 790 это нам рано тогда мы не боимся знаю что мы не боимся вот сюда пойти здесь у нас 300 есть есть 55 есть 351 конечно сюда за вкусными 500 не понял а почему 219 у всех стало это это как так это почему так это почему так о стой подожди а если а если я проиграю я могу начать заново можно на тебе что ли долбить или как 9 175 512 так мы и будем прыгать а вот смотри они он сбросил окей 175 143 104 а почему у нас меньше это стало 104 104 104 34 34 да ты погоди 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 не что не суетесь так идем на сотку должно быть 236 а хрен там лысый не стало там 236 и близко это что за гребаная математика вот вообще ни разу не понял окей смотри обнулили прогресс нет не обнулили 175 ну подожди подожди давай с самого начала 158 158 хорошо плюс 46 есть 200 200 плюс 143 схуяли 175 175 плюс 34 207 хорошо допустим такая вероятность есть 207 плюс 100 297 слушай я что-то не понимаю в этой математике или где вы как так считаете олени 175 плюс 100 221 221 почему позвольте я спросить почему так получилось так там сколько сюда да погоди не 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 да ну нет вниз 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 вот 419 теперь смотри мы поглощаем 300 и получаем 365 176 вот сейчас вообще ни разу не понял и у нас вообще никого не осталось ты 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 почему надо мной так издеваешься игра 4 у нас осталось 4 попытки ну давай давай сейчас специально просрём чтобы начать с самого начала я хочу понять а а что не так а а а хрена мы что начнем с самого начала смотри 175 допустим у нас есть 123 143 давай пойдем по наименьшему пути сопротивления сотка правильно правильно делаем сотку после этого идем на 123 а где ты башня есть после 123 у нас ближайшие по величине идет 143 после 143 после 143 идет ближайшая 300 после 300 идет 351 и она нас обнуляют просто-напросто после этого у нас идет 34 55 45 46 это математика или где это вообще как-то связано с математикой ну что мне кажется что нет погоди 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 где логика где логика этих вещей поступков оно на уменьшение идет не на увеличение оно идет на уменьшение 221 хорошо кто придумал эту жесткую игру сколько теперь у меня 143 хорош 417 не 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 подожди 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 вверх почему ты стал 220 вот просто объясни мне не ну это ненормальное что-то так а можно заново почитать нет нельзя а ну нужно играть в эту игру пока я не завоюю все территории нужно всегда атаковать меньшие по численность а а ну меньшие по численности так погоди погоди понял что ничего не понял меньшие по численности но это логично то есть нам надо начать со старших то есть если у нас сейчас есть 175 то нам надо атаковать либо 300 либо 351 ты че дурак ну давай 143 мы атакуем не сработала система 123 а мы уже не можем 123 атаковать ну давай сотку атакуем еще меньше стало 2 что 2 смотри 123 атакуем сколько получаем 158 почему 158 на 143 57 с какого хуя спрашивается что 4 что 4 что 4 здесь где-то наедалово слушай не может быть так просто не может быть смотри я сразу пойду на 512 15 сходил теперь смотри иду вот сюда 104 а на 351 пойду 6 тогда давай вот сюда это что значит 7 что значит 7 200 200 как ты получил меня позволю меня спросить 200 то 207 ну ладно в этом какой я никакой логика есть 297 хорошо где взять 300 спросил-ка я у тракториста 18 что 18 это бред это полнейший бред я просто не представляю что сейчас делать допустим допустим 143 давай мы с тобой нападем на сотку нет не не на соточку что-то приплюсовалось но не сотка заметь после сотки мы нападем на 143 хуйня тантрическая после 143 мы нападем на 123 325 хорошо теперь мы нападем на 300 101 получили ты понял то есть логика в этой игре не просматривается не просматривается вообще абсолютно никак 11 хорошо что 11 12 хм думай 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 я бы знаешь я бы может бы и подумал если бы понимал вообще что к чему тут происходит почему сейчас мы потеряли 175 было мы ударили 123 у нас осталось 158 то есть формально это не туда не сюда это мы потеряли 18 17 почему мы потеряли эти 17 почему мы потеряли эти 17 здесь мы наоборот приобрели здесь опять потеряли здесь приобрели тоже приобрели чутка бля слушай это не нормально если ты уже понял то ты конечно же пиши потому что я на данном этапе ни хера не понял но какая логика у этой игры всегда выбирай наименьшее число наименьшее из на данном этапе доступных это 100 то есть меньше мы ударить в принципе сейчас не можем это вот эта херня это 100 после этого у нас появляется открытым ход на 123 после 123 у нас открытый ход на 143 после 143 у нас открыт ход на 351 и у нас становится 220 и у нас становится 220 самый большой здесь это у нас так 34 а наименьшее 34 получается наименьшее после 34 у нас идет 46 36 нам не хватает 6 погоди стой давай еще раз наименьшее 100 что я сделал да блять смотри наименьшее 100 после этого наименьшее у нас остается 123 после 13 после этого у нас остается 100 после этого наименьшее 1300 34, после этого наименьшее у нас идет 46, после этого наименьшее идет 300, после этого наименьшее 55, 351, 512, ебать я умный, 20 минут на это говно потратил, ну-ка, ну-ка, короче, надо выбирать наименьшее число из того, которые тебе сейчас доступны для хода, ты понял меня, допустим, а здесь я что должен сделать? Если я, допустим, сделаю вот так вот, чтобы ты мог свободно крутиться, так, погоди, а я не могу? Нет. А! Там что-то где-то... Так, погоди, там же что-то открылось. Во! Хорош герб! Ну или маленький щит, это вообще как бы по хурме. Я даже представляю, куда его надо взвесить, взвинтить. Вот сюда, наверное. Хопача! Так, есть ключ. Есть... Так, стой. Есть резная рукоять. И, походу, все. Грязная рукоять сюда подойдет? Нет. Ключ. Хера. Вот сюда. Нет, не хочешь. Ключ. Да. И что? Ой, а что это такое? Голубой кристалл. Так, согласен. Ну, у нас еще рукоять надо куда-то вставить. Куда бы тебя вставить? Здесь у нас, в принципе, места-то особое и не осталось. Голубой кристалл. Иди сюда. О! Что? Мне надо пересобрать на другую платформу эту или что? Стоп. Ты. Ты. Нет. Ты. Ты. Нет. Погоди, погоди, погоди. Это игра, что ли, какая-то? Это головоломка или что? Или где? Так. Ага. То есть, я могу одеть только меньшего размера? Ебать. Так ты жесткая игра, слышь? Погоди, погоди, погоди. Ты же меньшего размера? Да. И ты меньшего размера? Да. Ай, хули толку? Так. Не понял. Надо как-то освободить площадку. Мне надо все переложить на одну чашу весов, так сказать. Погоди, а рукоять куда? Наверное, куда-то сюда ее и надо будет. Хо. Слышь, ты головоломка, ты мне мозги-то не головолом. Так, не. Так, допустим. Какая-то хуйня получается. Вот это то, как мне дрянь обратно поставить? Разобрать-то я разобрал. Конечно же. Хоть тут не разобрать-то. Ты подходящего размера. Да, да. Ты подходящего размера. И ты подходящего размера. Ну, вот сюда-то у вас как сейчас теперь перенести? Допустим. Так. Не, стой, подожди. А если вот сюда? Да. Ебать, а гениален. Вот тебе и рукоять. Так, и что, крутить? И? А-а-а! Так ты ни хера хитрый. Это меня сейчас новые загадки отгадывают. Смотри, мы сейчас выстрелим еще раз из катапульта, но уже в другую сторону. Осечка. Я могу еще крутануть? Ой, так я еще должен целиться сам? Че, шутишь? Я говорю, это уж прям вообще на отъебись уже получается. Нет, так серьезно. А как, как я думаю, откуда я должен знать, куда она должна стоять? Может, по глобусам надо смотреть? Ну, че-то я по глобусам вообще ни хера не понимаю. Ну, давай попробуем посередке его поставить. Ну, давай шманем. Ох, хуя попал. Вот это я жесткий. Что же Леонардо спрятал под балдахином? А не знаю. И узнаем мы с тобой это в следующей серии. Если интересно, обязательно подписывайся на канал. Жду тебя в комментариях. С тобой был Роман и канал Фрисон Геймс. Роман и канал Фрисон Геймс.